Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – языковые особенности произведения Александра Сергеевича Пушкина «Песнь о вещем Олеге». Фольклорное богатство, странная, загадочная смерть князя Олега вдохновили поэта на создание баллады «Песнь о вещем Олеге». Его произведения – драгоценное свидетельство умного, знающего и правдивого человека о нравах, обычаях, понятиях известной эпохи – все они гениальные иллюстрации к русской истории. Так оценил Александра Сергеевича Пушкина Максим Горький. Ведь Пушкин старался отобразить в своем произведении картины эпохи княжения вещего Олега. Поэтому он использовал в произведении большое количество изобразительно-выразительных средств, таких как эпитеты, метафоры, олицетворения, сравнения, а также старославянские слова. Выявление изобразительно-выразительных средств произведения является главной задачей нашего урока. При создании своих произведений Александр Сергеевич Пушкин обращался к прошлому. Он изучал древние предания, легенды, обращался к летописи Древней Руси. Ребята, давайте сопоставим пушкинский и летописные источники. Летопись – это жанр древнерусской литературы, историческое повествование о событиях в хронологической последовательности. Летопись – это проза. Баллада – это лироэпическое произведение с фантастическим, сказочным или историческим сюжетом. Это поэтический текст. Язык летописи лаконичен, сообщает о событиях. В балладе используются средства художественной выразительности. Образ Олега. В поиске временных лет Олег – князь новгородский и киевский. В песне о вещем Олеге герой, несмотря на внешнюю неуязвимость, гордость и даже высокомерие, натура, умеющая тонко чувствовать. Образ Волхва. Волхв – кудесник, чародей, предсказатель судьбы в летописи. В балладе – кудесник, личность равная князю, внутренне свободная. В летописи авторская позиция не проявляется. В балладе же – товарищеская любовь старого князя к своему коню и заботливость о его судьбе – есть черта трогательного простодушия. Автор сочувствует герою. Таким образом, ребята, пушкинский текст отличается от летописного своей художественностью. Ведь поэт, обращаясь к преданиям старины глубокой, воссоздает перед нами картины быта и нравов того времени. Ребята, а теперь давайте выполним задание. Вам нужно вставить пропущенные слова. Проверим себя, ребята. Могучий Олег головою поник и думает, что же гаданье? Кудесник, ты лживый, безумный старик, презреть бы твое предсказание. Мой конь и до ныне носил бы меня, и хочет увидеть он кости коня. Вот едет могучий Олег со двора, с ним Игорь и старые гости, и видят, на холме у брега Днепра лежат благородные кости. Их моют дожди, засыпает их пыль, и ветер волнует над ними ковыль. В песне о вещем Олеге автор использует разнообразные средства художественной выразительности, что позволяет отнести произведения к лучшим образцам художественного творчества. Чтобы перенести читателей в тот далекий X век, Александр Сергеевич Пушкин намеренно употребляет устаревшие древнерусские слова. Действие произведений происходит до христианской Руси, на берегах Днепра. Какие же это древнерусские устаревшие слова? Это историзмы и архаизмы. Что же такое историзмы? Историзмы – слова, которых сейчас нет в нашей речи, потому что нет предметов, их называющих, и, соответственно, нет синонимов в современном русском языке. Это такие слова, как тризна, секира, отроки. Также архаизмы – это устаревшие слова, которые заменены синонимами в современном языке. Ныне жребий чело. Ребята, в произведении есть детали, которые придают тексту историческую достоверность. Например, «Врата Цареграда», «Неразумные хазары», «Цареградская броня», «Брек Днепра». Александр Сергеевич Пушкин отличался точностью в изображении действительности в произведениях. Но в песне о вещьем Олеге он использует анахронизмы. Анахронизм – это неточность в художественном произведении при изображении прошлого, внесение в текст признаков более позднего времени. Ребята, найдите анахронизм в этих строчках. Пирует с дружинною вещи Олег при звоне весёлом стакана. Вы, конечно же, обратили внимание на слова «призвоне весёлом стакана». Это анахронизм, который использует Пушкин. В своём произведении автор использует эпитеты. Эпитеты, ребята, – это образные слова. Автор их использует, когда описывает какой-либо предмет. Верном коне, тёмного леса, вдохновенный кудесник, мудрому старцу, дивной судьбе. Авторская позиция видна нам, когда мы находим в тексте метафоры. Метафора – это слово или целое выражение, которое употребляется в переносном значении. Например, обрёк он мечам и пожаром. Имеет смысл – сжёг и разрушил. На светлом челе, то есть на лице. Примешь ты смерть от коня своего. Твой конь убьёт тебя. Кудри их белы, то есть седые. Почил непробудным он сном, то есть умер. Благородные кости – останки княжеского коня. Кость угрожала. Опасность стоилась внутри черепа. Также для придания художественности автор использует в произведении сравнение. Сравнение – это сопоставление или сравнение одного предмета или явления с другим. Сравнение придаёт тексту особую выразительность. Ярче создаётся художественный образ. Примеры сравнений. И кудри их белы, как утренний снег, над славной главою кургана, как чёрная лента вкруг ног обвелась. Ребята, а теперь найдите в этих строчках слова и согласные звуки, которые придают смысл опасности. Из мёртвой главы гробовая змея, шипя между тем, выползала, как чёрная лента вкруг ног обвелась, и вскрикнул внезапно ужаленный князь. Ребята, а теперь ответьте на вопросы, какое средство художественной выразительности содержится в цитатах из произведения «Могильный засыплюсь землею, обрёк он мечам и пожаром заветов грядущего вестник». Второй вопрос. Как называются устаревшие слова из песни о вещем Олеге «Ныне, обрёк, кудесник, завет, вестник»? Какое средство художественной выразительности содержится в цитате из произведения «И кудри их белы, как утренний снег, над славной главою кургана»? Как называются устаревшие слова из песни о вещем Олеге «Хазары, дружина, тризна, секира»? Ребята, проверьте себя. На первый вопрос – ответ метафора. На второй – архаизмы. На третий – сравнение. На четвёртый – историзмы. Итак, ребята, подведём итоги сегодняшнего урока. Вы узнали, что приёмы, использованные Пушкиным, позволяют читателю погрузиться в атмосферу баллады, показывают близость произведения фольклору. Это нравственный урок седой истории, запечатлённый навек древними летописями и преображённый поэтически великим художником слова Александром Сергеевичем Пушкиным. Ребята, вы ещё вернётесь к изучению творчества Александра Сергеевича Пушкина. А сейчас наш урок подошёл к концу. Я желаю вам успеха. До новой встречи! Редактор субтитров А.Сёмкин